6 часов утра последний завтрак лидзяне тут собачек выгуливают мая в полном восторге сказала что хочет сюда вернуться не ради лидзяна ради вот этой вот маленькой такой 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 пушистенькой добренькой собачульки майна любовь майна первая любовь вот это сознание она тут провела больше времени чем с нами все пошли пошли маячок скажи пока пока и хозяину тоже и спасибо большое а дальше у нас extreme если вы живем то увидимся вот я могу сниму что-то мэй мэй майя что-то мама лена что-то папа дэннис с ума шишу дэй чонг ого дэкс рэн дэнваз тиви холодно однако вот это экстрим мы в шангвила вы думанной стране то есть мы там где мы в несуществующем месте значит мы тоже не существует ладно шучу короче шангвила это выдуманная страна давным-давно в начале двадцатого века еще один фантаст описал ее где-то она возле тибета ну и китайцы недолго думая один из своих городов который граничит с тибетом назвали шангвила ведь не совсем город это городской округ огромная территория и мы вот приехали сюда а это наша давняя мечта очень надеемся еще найти какую-нибудь высокую гору и подняться но это все под вопросом видите какая погода льет льет то вот такой вот мелкий дождик то прям как из ведра привет беременная жена это не эмоции это все самое ценное паспорта надеюсь тут дополнительно билет купать не надо въезд в этот парк 45 юаней с человека детям скидки место находящиеся за нашей спиной называется ущелье прыгающего тигра и вот это вот самая такая топовая точка для фотографии спускаемся вниз пешком 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 но для особо ленивых можно купить за 100 юаней туда-обратно вверх 65 вниз 35 юаней на эскалаторе представляете на эскалаторе к реке но это же совсем извращение мне приходится очень громко орать тут шумно просто невозможно я сам себя не слышу и носит меня подождите я голос уже сорвал от восторга и что мы тут видим офигенные виды нам нужно в самый низ успеть и назад подняться за один час бежим 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 о курочку может на лодочке по этой реке но это да моя ты экстремалка я тебе скажу мы недалеко от тибета и везде дублируются надписи не на французском не на русском не ирок и фами наси а на тибетском но английский вот тоже есть горы 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 тик ток макс говорит если снять видеоролик про шангрила можно получить тур на 7 дней за девятнадцать восемьсот юаней я правильно все сказал вон qr-коды есть но мы ничего в тик ток выкладывать не будем сейчас мы снимаем для своих русскоговорящих зрителей потому что очень мало времени не не успеем на нескольких языках а туда ущелье вот уходит этого прыгающего тигра кстати говоря здесь можно пройтись пешком мы едем уже достаточно далеко поэтому долго по этому каньону можно было выйти где-то там вначале по этим горам есть козьи тропы и прийти куда-то там в конец 38 километров длина тропы 38 километров предлагают пройти за два дня смогем когда-нибудь 19 19 мы хотели на самом деле осуществить эту козью пробежку но дети сказали не хотят мы детей мучить не будем поэтому когда-нибудь потом а вот и статуя скачущая перепрыгивающего тигра а внизу бушующие волны страшно красиво я представляю туда попадешь тут же тебя разорвет на куске это просто вообще капец стихия бушует а если ливень пройдет мне кажется тут все затопит ну как вам впечатляет у меня сейчас сердце лопнет сердце лопнет я сам себя с трудом слышу очень надеюсь что диджай покет справиться и заглушить все эти шумы минусик чё ты хотела сказать когда начало это тебя не слышно фотография на фоне тигра 20 юаней маленькая пробник бесплатно видео на память вы тут были теперь нам надо идти вот по этой тропе а потом подниматься вот туда вверх нет это вход а не выход не путайте это разные вещи ты вспомнила футболку провинция юнань находится в горах я периодически сообщаю нашу высоту над уровнем моря сейчас всего лишь 1700 метров мы спустились вниз на пол километра для того чтобы это увидеть но я думаю мы еще поднимемся до говорят сильные эмоции вызывают голод поэтому здесь можно перекусить а у некоторых эмоции вызывают желание сходить туалет поэтому тоже это можно здесь сделать и напомню всегда бесплатно при том что крутой туалет сверху показывает какие кабинки заняты ничего себе в такой глуши такие вещи ну и конечно же можно повесить колокольчик со своими пожеланиями которые пообещают вам точно пообещают при покупке этого колокольчика что она сбудется офигеть рев какой не могу никак оторваться от этого вида понимаю что это и рядом не стоит с каким-нибудь ниагарским водопадом но все же надо идти по нарастающей может это не агарского водопада когда нибудь доберемся нет макс прыгать туда нельзя кстати мы сейчас находимся над водой если перейти и посмотреть в эту сторону здесь тоже бушует вода похоже с той стороны тоже когда-то можно было подойти посмотреть но сейчас выглядит все заброшенным либо опасно но либо построили эту новую платформу и решили ту не поддерживать а надо надо уходить надо по рафтит тут но да кроме эскалатора здесь еще есть подъемник на двухчеловеческой силе два мужика на плечи вас грузят и тащат 200 юаней стоит начало эскалатора а нам направо на том берегу реки тигр пытается перепрыгнуть вот уже встал в стойку почти готов к прыжку еще немножко еще чуть-чуть и мы вернемся на верный путь поедем дальше мы в сангрила и там залезем на гору лала вот как это может выглядеть но это стопудово фильтрами хотя может быть и нет сейчас более блеклая вода какая-то такая светло-коричневая это начало нашего путешествия по мифической стране шангрила я смотрю-смотрю у меня глаза хотят сломитаться он не упомнил на ремень даже тут отражается что тут даже тут отражается что тут так а что здесь? мальчик? здесь 10 минут здесь 10 минут 10 минут офигеть нет там было классно этот бурлящий поток а здесь посмотрите какие горы еще и прохладно какие облака ветерок учитывая что в автобусе нет кондиционера жутко душно то здесь еще и прохладненько как мая кричит Лена ее ругает за то что вышла не одетая и говорит быстро оделась ну а внизу видно ту самую речку возле которой мы стояли ооо здесь тоже все бурлит кипит и шумит какие хорошие малосоленые огурчики или ты про сникерс? все два фотографа новоиспеченных дальше будут еще более захватывающие виды еще более бурные реки и море впечатлений увидимся в следующих видеороликах пока